слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш господь и бог аллилуйя ты единый вечный бог перед твоим величием мы предстали благодарим за все твои милости и щедроты за прошедшую ночь что жизнь нашу продлил и разум сохранил все что имеет человек все это бог даровал и хлеб насущный и солнце и воздух и землю и воду все его и все от него и все к нему слава тебе боже наш слава тебе будь милости к нам господи хвала тебе счастье поклонения слава и благодарения во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови евангелие от матфея глава 7 я не судите да не судимы будете ибо каким судом судите таким будете судимы и какую меру и мерите такое и вам будут мерить и что ты смотришь на сущок в глазе брата твоего а бревна в твоем глазе не чувствуешь или как скажешь брату твоему дай я выносу щек из глаза твоего а вот в твоем глазе бревно лицемер войн прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь как выносу щек из глаза брата твоего не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями чтобы они не попрали его ногами своими обратившись не растерзали вас просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и отворят вам ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят если между вами такой человек который когда сын его попросит у него хлеба подал бы ему камень и когда попросит рыбы подал бы ему змею и так если вы будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец ваш небесный даст благо просящему него и так во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так поступайте и вы с ними ибо в этом закон и пророки входите тесными вратами потому что широкие врата и пространен путь ведущий в погибель и многие идут им ими потому что тесны врата и узок путь ведущие в жизнь и немногие находят их берегитесь уже пророков которые приходят к вам в овечьей одежде а внутри суть волки хищные по плодам их узнаете их собирает ли стерновника виноград или стрепейника смог вы так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые а худое дерево приносит и плоды худые не может дерево доброе приносить плоды худые не дерево худое приносить плоды добрые всякое дерево не приносящая плода доброго срубает и бросает в Итак, по плодам их узнаете их. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сие слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Слава и благодарение за все твои милости и щедроты. Будь милостив ко мне грешному. Спаси, помилуй и благослови. Умягчите сердце свое и не говорите скверных слов, ибо за каждое слово придется отвечать перед Богом. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного. Аминь. Да умолкнут уста нечестивые. Да услышит Господь вопль угнетенных и придет на помощь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благодарим тебя, Христе Боже наш. Яко насытилось и нас земных твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царствия. Но яко посреди учеников твоих пришелось и спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. Аллилуйя. Господи Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Великие и дивные дела твои, Господи. Все соделал ты премудро. Хвала тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение. Аллилуйя. Ощи всех на тебя, Господи, уповая, ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь ты щедру руку твою. Исполняешь всякое животное благоволение. Аллилуйя. Господи Боже наш, слава тебе. Пошли добрых благовестников, миссионеров, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем возвести о любви твоей, великой и славной, о победе, которую ты одержал на Голгофском кресте. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты единый вечный Бог. Ты судья всего мира. И будет день, когда раздастся последняя архангельская труба. И гробы откроются. И все умершие восстанут живыми на суд Божий. Ибо всем нам надлежит предстать присудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в этом теле, доброе или худое. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя. Господи Боже наш, слава тебе. Хвала тебе. Благодарим тебя, наш Господь. Великие и дивные дела твои, Господи. Псалом восьмой. Господи Боже наш, как велищественное имя Твое по всей земле. Слава твоя простирается превыше небес. Из ус младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил. То, что я человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его предангелами, славой и честью увенчал его. Поставил его владыкой над делами рук твоих. Все положил под ноги его. Овец и волок всех, и также полевых зверей. Птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как велищественное имя Твое по всей земле. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Богородица, Дева, радуйся обратно, Мария, Господь, с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод щерева твоего. Яко родилась, и Христа спаса, и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щасна, жертвовящего креста Господень. Не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое. Победа нас, а противные даруя Твои, сохраняя крестом Твоим жительство. Аллилуйя. Достойно есть, а кого истину, блажите Тебе, Богородицу. Присноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Счастнейшую Херувим и славнейшего истину Серафим. Безысление Бога, Слово, Родшую и Сущую, Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли. Видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного. И же от Отца Рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истина от Бога истина, Рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес, И во вплотившегося от Духа Святой, и Марии, и Девы, и вощеловешшееся. Распятого же зоны при понтийском Пилате, страдавшей погребенно, И воскресшего в третий день по Писаниям, И вошедшего на небеса, и пакий грядущего со славы, Сидящего одесную Отца, и пакий грядущего со славы, И судите живых и мертвых, Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа истинного, Животворящего, и же от Отца исходящего, И же со Отцем и Сыном, Воспоклоняемо и славимо глаголовшего пророки, Во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь, Исповедуя единокрещение в оставлении грехов, Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе. Вы напишите на бумаге и покажите, что вы хотели сказать. Напишите, чтобы я мог просчитать и увидеть, к вам зайти. Чтобы я был уверен, что вы не будете сквернословить. Напишите на бумаге. Господи Боже мой, слава Тебя. Напишите на бумаге, я выйду и поговорим тогда. Я опасаюсь вас, что вы будете сквернословить. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, счастье, поклонение. Слава и благодарение. Единому вечному Богу во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Так, что хотели сказать? За мани помолиться, будь ласка. Господи, да помилуй, как вас звать? Сергей. Сергей, Господи, помилуй, обрати, наставь. Только ты это можешь сделать. Я помолился. Да услышит Господь молитву нашу. И да помолился. Дякую вас, дядько, дякую вас зараз. Вы затронули мое сердце. Бог в моем сердце. Украина в моем сердце. И расилуемся. Богу слава. Так, я отхожу. Благословен Господь да будет. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты единый Господь и Бог. Мы благодарим Тебя. За все Твои милости и щедроты. Аллилуйя. Господи Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий. Благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты. Аллилуйя. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, создавшего этот мир, видимый и невидимый. Хвала Тебе. Благодарим Господи Тебя за эту ночь прошедшую, что сохранила со всякого зла. И жизнь продлил, и разум сохранил. Помоги нам славить Тебя. Быть всем довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и жить экономно. Тебе, Боже, слава. Хвала Тебя, наш Иисус. Дивной милости Твоей, Господи. Да будет это день благословением и прославлением Твоих дел и Твоего дивного имени. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вы хотели что-то сказать? Я подрастерялся, если честно. А что такое? Ну, как бы, дури по мальце зашел, а тут Твои. Ну, я считаю, тут Евангелие, Псалтырь. Сейчас вы не уходите, я буду считать главы. Потому что место это, вот эта рулетка, это место тьмы, Содом и Гаморра. Тут половина раздетая, творят блуд, все открыто. И процента 80 мусульмане. Я второе место здесь нахожусь, чтобы людям рассказать о Христе. И правда, кстати, я с вами согласен полностью. И чтобы вы знали, кстати, я здесь не для того, чтобы посмотреть на какой-то блуд или грязь. Я просто поболтать хотел. А тут разговаривать не с кем. Мы вот за месяц нашли не больше 10 человек, которые могли говорить без матерков. И курят, и все время пьют, голые, творят блуд открыто. Показывают половые органы, анонизмом занимаются, мужики здоровые. Я уже насмотрелся это. Потому что здесь я не один час. Мы записали уже 200... Здесь сидели, потому что я сам выпиваю и курю тоже. Так. Вы бываете в Ютубе? Ну да, конечно. Вот зарядите наш канал во Свете Библии. У нас 14 300 роликов. Понимаете, что это такое? 14 000. Мы строим православную деревню. Вы все это увидите. Как идут занятия. Как вел занятия у него... Повторите, я помог бы. Повторите. Где строите? Алтайский край. Алтайский край. Это южнее Новосибирска. Далеко. И вы увидите, как у нас идут богослужения. Какой порядок. Как вот моему брату, священнику, протеерею, отцу Акиму, исполнилось 40 лет в этом служении. И как к нам приехал в общину митрополит, патриарший, Сергий. Как идет богослужение. Такого порядка, как у нас, у них нигде нет. Вообще нет во всей России. У нас же ногой не переступят. Как стоят... Как одеты же люди. Вы просто увидите и увидите, что такое благоговение. Что такое страх Божий. У нас идут... Вы вот так вот и... Прямо действительно молитесь от всего сердца и... Я обратил... Я с детства верующий. Там с трех, может быть, лет. Но о Христе... Я сейчас... Я немножко сейчас скажу. И поэтому мне Бог дал веру, говорится, от груди матери. Но о Христе я узнал после армии в 23 года. И вот уже 56 лет я иду этим путем. Мне это обошлось в 6-5 тюрем позади. За Бога. Зачем бы я это все делал? Далее. Мне Господь позволил написать 38 томов книг. Я вел занятия в разных университетах. Три радиопрограммы. А я плоховато слышу. Там во всех отделах милиции веду... Вел в боинских частях. И мне много вопросов. И вышли книги. О проповеди и прочее. Я решил эти книги, изданные. Книга 752 страницы. 38 книг. Подарить библиотеке мира. И мы из Барнаула проехали до Владивостока, порт Находка. Заезжая в главные города и районные центры. А потом поехали. Прошли Европу, Скандинавию, Далатлантического океана. Скандинавию прошли, Прибалтику и до Лиссабона. Прошли Турцию. Я везде 650 городов подарил полный комплект. На 35 миллионов стоимость. А у меня пенсия сейчас 8141 рубля 33 копейки. Мне не давали работать нигде. Советская власть. И я не голодный, я благодарю Бога и не ропщу. Я просто говорю. И поэтому я верю в это. Другой жизни нету, только с Богом. А я без Бога, кто бы я был, где? Мы деревню начали строить на старинных, благочестивых, христианских обычаях. Все православные. Получили статус, все официально. Государственная школа. Там и интернет, и все. Мы не пензельские затворники. Но такой деревни нету во всей России. Что первый раз мы вели разговор, человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Первый разговор. А потом он должен своими силами построиться. И жить по уставу деревни. Это чего-то стоит? Но это многого стоит. Так она сняли государственные фильмы. Три фильма государственные. Такие бобины тогда снимали. Ну и что? Фильм «Причустие» занял первое место на международном конкурсе. А второй первое место в России. Это не на дороге валяется. Нас назвали «Искорка возрождающейся России». Я, по милости Божией, образовал детский лагерь православный. Один в стране был. И 45 лет начальником. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дал, только гнобили. И мы остались живы. И благодарим Бога. Мы показали пример, что жить можно. У меня лозунг висел в лагере. Дети скандируют «Россия должна встать». Вот такие вот карапетики. А дальше «Россия» — это мы. Бать, а кто от России остался? Вот нас русских. Сколько с вами осталось? Мы, знаете, мы должны отвечать за себя. Главное это. Даже здесь начинаешь разговаривать с человеком. Я предупреждаю. Только не материтесь. Не ругайтесь. Кое-как. И сейчас он начинает с человеком разговаривать. Мы с мусульманами много беседуем. Здесь мусульман 80%. Примерно. Я им объясняю, зачем... Потому что их в России 80%. Я вам скажу, какой. Вы понимаете, у вас опыта нет. Мне не надо говорить. Я с людьми работаю. Я в Ташкенте родился. Отец. Я в Ташкенте родился. Это Узбекистан. Ну и что? Я говорю, с какой причиной пришли-то? Они не возражают ни один. Я говорю, дома у тебя. Четыре жены официально разрешаются по вашей священной книге. И за каждую надо колым платить и кормить. А здесь ты зашел 44 даром. Бесплатно. И ты как жеребец на чужих кобыл скачешь. Они хохочут. Как вы нас узнали? Ну чего же я не знаю это? Мы прошли шесть мусульманских республик. Турцию. Я из детства знаю. Мы в доме мулы ночевали в Азербайджане. Не просто так. В мечете молились. Не просто я родился. А родился-то еще не говорит. А был ли ты с ними? Пил, ел? Да, пил, ел. А молился ты с ними в мечете? Нет, я в церковь хожу. Ну вот. Я в церковь тоже хожу. Но у нас сколько мусульман приняли крещение, стали православными. Это не просто так. Вот ко мне привезли еврея. Вот откуда я родом? Никогда в жизни они не скажут, что христиане молодцы или они правильно делают. Они даже понимают, как Библия написана и откуда Коран написан. У нас только вчера, говорю, в этом году принял человек, человек из мусульман, крещение в полное погружение. Христианин православный стал. А я просто не хочу знать. Я одного такого знаю, и все. И все. А я знаю больше. Я сам тоже, кстати, его дочь недавно крестил. Вот смотрите. Евреи, они верят по-своему. Но ко мне привезли еврея показать, дескать, вот еврея тут такой верят. Но больше трех часов не было. И он стал православным, сейчас священник православный, Наум Израилевич. Говорят, евреи все захватили, что делать? Говорят, бороться надо? Надо. Как? Любовь. Другого оружия Бог не дал нам. И чтобы еврея никогда не поносил, потому что в этом благословение. Благословляющий будет благословлен. Проклинающий будет проклят. С мусульманами надо бороться? Надо как? Любовью. Я 18 лет сотрудничал с тюрьмой. Сотрудничал с тюрьмой. Бесплатно. Иду по камерам. Если там мусульмане, я в первую очередь стараюсь им помочь. Потому что другая обстановка. Другие люди. Чтобы он не впал в отчаяние. Вот так вот. Где находитесь? Город Барнаула. Тайский край. Вот я нахожусь в Калининграде. А родом с Ташкента. Какое-то время был в Москве. Вы видели, как они себя ведут в Москве? Да, конечно. Они, говорят, вышли на улицы. Говорят 200 тысяч. Сегодня говорят миллион 200 тысяч. Когда они совершали намаз. Потому что русских не осталось. И они русских прижимают у нас в России. Я не нациалист. Я вырос в Узбекистане. Я знаю, какие мусульмане. Кто такие добрые мусульмане. Здесь, в России, добрых мусульман нет. Добрые мусульмане у себя на землях живут. Я могу сказать, что в России я встречал только добрых мусульман. В дороге они нам везде помогали. В России. И когда узнали, когда мы к ним заехали. В Дагестане. А они в магазин нас затащили. И всем снабдили. Вот вы курите. Зачем курите? Это отрава. Я вас вообще не хотел спросить. Я не только курю, батя. Я еще и выпивать стал в последнее время очень сильно. Ну еще. А какой же это верующий-то? А мусульмане не пьют. А мусульмане не пьют. Ох как. Нам есть во что. Посмотрите. Я однажды беседовал с мулами. Это их священники. И там были, видимо, имамы, шейхи. Кто, я не знаю. Ну, мне слово дали сказать. Я задал вопрос. Скажите. До брачной ночи. Какой процент у вас девушки сохраняет девственность? Они меня даже не поняли. Как какой? Сто процентов. А у нас уже в седьмом классе трудно найти ее. Она на вторую букву алфавита называется. А вам правду рассказать? Да я с правду знаю не хуже вас. Я работаю с людьми. Пятьдесят шесть лет. Я вас с помощью жду, но совсем другое. Но я вам сейчас расскажу правду. Третий раз повторюсь. Я с Ташкента. Я лично слышал такие истории и видел, когда девушка, вот как вы говорите, сто процентов действенница, это неправда. Они все развратные. Парень с девушкой встречались много лет. Парень с девушкой много лет встречались. Она хранила ему верность. Я вам расскажу. Вот оно как в жизни. Не смогу выворачивать этого. Душу на изнанку выворачивать. Но я вам расскажу правду. Вы кресло к ней держите. Вы послушайте меня. Я расскажу то, что у меня на душе. Брачная ночь. Все хорошо. Прошло какое-то время. Извините, пожалуйста, за откровенность. Он ее ставит раком, а в жопе вот такая дыра. Потому что в святую верность, когда они встречались, мусульмане, святые, она... Вы поняли меня. Ну, знаете что? Вы остановитесь на этом. Я говорю о мусульманах, а не о тех, которые даже ничего не знают. Так они мусульмане? Да нет, это... Как у нас? Вы православные. Они в дороге останавливаются, выходят и молятся. Скажите, вы православные? Я православный. Библию когда последний раз считали? Лет 15 назад. Ну, вот такой вы православный. Вот такие они мусульмане. А если это в Судане, в Судане или в Саудовской Аравии, я и смерть сразу. Вы можете меня судить или кого-то судить. Просто поймите, а как мне верить? У меня братишка умер в 5 лет. Золотой пацан, красивый, черноглазый, прям супер пацан. Умер в 5 лет. Как мне верить в кого-то или во что-то? Это все божий промысел. Так вы что... Я работаю вот с утра до ночи работаю. И я не вру. Я не вру. Я работаю прям действительно. У меня день, ночь, а цепной выходной работаю на заводе, жопу рву. Я женил, уже 10 лет не изменяю. Скажите, пожалуйста... Потому что я знаю, что это неправильно. Да, я курю. Я бухаю вообще жестко, бати. Я бухаю прям, да. Ваш брат почему умер? Брат, от какой... От болезни? От чего умер он? Да был ровный, четкий, нормальный пацан. А потом бах. Хромать начал. И выяснилось то, что у него там опухоль в голове. Ну что у него было? Курил он, может быть, наркотики принимал или что? Так, 5 лет. Ну а что спрашивать? Он погубил сам себя, самоубийца. А вы на Бога говорите... Он 5 лет умер, говорим, 5 лет было. А 5 лет? Я не понял тогда. Я думал, что 5 лет наркотики принимал. Ну, знаете, он мог не родиться. Бог мог не дать жизни. Бог знает, когда забрать. Чтобы он не развратился и не стал подобным... Он родился? Ну, брат ваш не мог быть другим. Он был, как вы. Так же бы курил и выпивать начал бы. А Господь его вовремя забрал. Может быть, другая совсем мысль у Бога-то. Как-то вы роптать можете. Он может нам жизни не дать. А как вы скажете? Мы все заслуживаем чего-то. Попробовать хотя бы. То есть вы хотите сказать, что он не имел права, как я, погулять? Там, я дебил, хорошо, я дебил. Я курю, я бухаю. Но у меня жена, у меня замечательная дочь. И он не имел права попробовать? Не имел. Почему? А потому, что это зло. Одна капля, она ведет в ад. Он это знает. Видит, сколько беды. Почему мусульманам нельзя даже одну каплю выпить? Они держатся не пить. Почему? Потому что первая капля ведет в ад. Это не радости. Какие это радости? Вы сказали, вот он молодой умер, он даже ни разу в церкви не был. Вот вы сейчас дуете и дуете. Вы дуете, это дым-то, зачем себя глотаете сейчас? Это другая история. Это не другая. У ста человека, который курит, демонская кадильница. Ян Кронштадтский говорит, демонская. То есть, черт в рот залез. Вы правы. Но это другая история. А теперь послушайте другая история. Наша история. Статистика. Комсомольская правда. Предложение, слушайте. Комсомольская правда на развороте. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы сегодня было 650 миллионов. А нас даже на сотню не набирается. Полмиллиарда какой зверь сожрал? Только за перестройку, за 20 лет 120 миллионов абортов. Кто виноват? Безбожие. Какое попало христианство? У меня в матери 10-12 детей. У вас хорошая энергетика, но неправильное мышление. Вы о чем сейчас говорите? Мы говорим о том, что мы виноваты всем. Никто не виноват. Я в своей жизни такого наделал. Мне стыдно. Я перед Богом каждый день извиняюсь. Вы говорите, когда последний раз Библию прочитал? Да давно я читал Библию. Давно я читал Библию. Но я человек верующий. Я точно знаю, что нельзя красть. Я никогда не ворую. Вот как бы вам ни казалось. Я курю, да я курю. Я бухаю, да я бухаю. Я вообще не ворую. Смотрите. Я жене не изменял вообще. Вот как мы женились. По молодости-то там вначале что-то как-то. Вообще не изменяю жене. Если вы Библию не считаете, вы не знаете пути. Попустите меня еще раз. Вы мне сейчас говорите, мой братишка умер не просто так, потому что он бы там попробовал. Что вы несете? Вы что, из секты какой-то? Вы сами слышите себя? Это живое существо. Вы кому командуете? Бог дает жизнь и отнимает. Бог. Это его жизнь. Хорошо. Растолкуйте мне, почему вот я живу. И живу как хочу. Не как хотите. А вот это слишком пять лет. Пять лет ему было. Скажите, как хотите. Вы хотели быть, может, миллиардером. Да не получится. Причем тут я? 138-й псалом говорит. Вот почем. Я отвечаю. Книга Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Да не отходит книга сия от уст твоих. Но поучается мне день и ночь. Да бы в точности исполнить. А я не считал. Не считая ты, не знаешь. Не зная ты нарушаешь. А нарушая ты погибаешь, говорит Златоуст. Хорошо. Я же не спорю. Мне уже все предрещено. Нет. Со мной все понятно. Нет, нет. Христос привит покаянием в любом, какой бы ты ни был. Христос умер за нас. Ты пойди покаясь. Приди к священнику и скажи. А вот брат. Как же мой брат? Он даже не успел познать. Ты не об... Об этом Библия говорит. И Бог его восхитил прежде времени, чтобы он не разбратился. Иначе он будет хуже брата еще. Ты благодари Бога, что вовремя Бог его забрал, что он не стал вам подобный. Вы какой его пример дали бы? Вы научили его пить? Почему я живу тогда? Я дебил такой, знаете, я бухаю. Я пьяный за рулем бывает езжу. За рулем пьяный вы преступник. За рулем преступник. В Таиланде, если за рулем, зарядите Таиланд, наказание шопера пьяного. Как они его дерут плетями? Я не в Таиланде живу. Я живу в России. Так вы берите по высшей шкале. У нас тут пьяные сколько аварий сделали, сколько задавили. Я в России. Да в России-то в этом вопросе дисциплина-то слабее. Я вам больше скажу. Я боюсь кого-то побить на улице, потому что он обижает там свою жену или еще кого-то. Я его не трогаю. Почему? Потому что меня посадят. А вот за то, что я выпиваю и курю. То есть вы на все находите себе свой закон. А выпиваю и курю еще особенного сделал там. И курящие, и пьяница самоубийцы. Я не ищу себе свой закон. И ничего доброго я не сделал. Я вообще себя чувствую. Вот в этой книге говорится, пьяницы старости Божьего не наследуют. Они в ад идут. Вам мало этого? А почему я здесь нахожусь? Я все, я ожидаю ада. Для того, чтобы со мной встретиться. Чтобы я вам рассказал о Христе, что Христос умер за нас, и Господь ждет твоего покаяния. Вы зайдите, зайдите мне в этот... Вот этот крестик, вот этот крестик. Мне еще бабуля дала. Так, послушайте. Вы в скайп зайдите, зарядите. Игнатий Лапкин. Запишите меня. И мы там поговорим. Я запомнил. Нет, не запомните. У вас мозги проедены. Запишите. Это правда. Вы запомните. Блудник скудаумен. Хоть сто лет назад сблудил один раз, у тебя уже половина мозги снесла, баба. Игнатий Лапкин. Подождите секунду. Игнатий Лапкин. Это по скайпу. Запишите скайп. Ну, насчет скайпа-то я запомнил. Так, теперь, если вы зайдете в ютуб, Игнатий Лапкин. Так. Игнатий скайпинг. Игнатий Лапкин. Смотрите, как мне... Я по бухам буду говорить. Первая буха. Лаврентий. Игнатий? Да. Лапкин. Л. Первая буха. Л. Лаврентий. Александр. Павел. Константин. Игнатий Лапкин. Лапкин. П. Лапкин. Лапкин. Маленькая лапка. Маленькая лапка. Лапкин. Слушай, мне ваша фотография вышла, наверное. Там Игнатий Лапкин. Если вы зайдете в Ютуб, там наших 14 тысяч 300 роликов. Вы все там найдете ответы. Если заставите сайт, напишите, Игнатий Лапкин сайт, во свете Библии, откроется сайт. Ему равных нету во всей мировой сети. Там 50 книг моим голосом насчитаны, и Библии, и все. Ты можешь дома слушать. Готовить обед себе, что угодно, и слушать. Вот для всего Господь продлил жизнь, чтобы услышать, что Иисус умер за ваши грехи. И какое ты есть, принеси покаяние, и впредь этого не делай. И Господь говорит, я прощаю тебе все. Сходи в храм Божий, покайся перед священником, и если не крещен, принять крещение с полным погружением. Руками священника. Вот для этого ваша жизнь продолжалась, чтобы нам встретиться сегодня, 9 марта 2019 года. Вы меня на самом деле даже не знаете, батя. Ну я вам сказал. Я пью, очень сильно пью в последнее время, и очень много курю. Потому что очень сильное предательство вокруг меня творится. Я ищу себе оправдание, как вы сейчас думаете. Может быть так оно и есть. Может быть так оно и есть. Я ослаб и говно. Ну знаете что? Вы сейчас то, что я сказал, сделайте это. Сходите в храм. Постойте. Вы начали пить, уже не окончите. Почему? Делающий грех, есть раб греха. Но если сын, Иисус Христос освободит, вы свободны будете. Я знаю людей, которые запивались окончательно по канавам валялись. И он обратился к Богу. И через него я получил Библию. Еремеев Михаил Александрович. В Латвии. А служил на Камчатке. В 23 года меня Бог призвал. Дали мне Евангелие. Я на корабле работаю. У меня сила. Знания. А я пустой. Я пустой. Учусь в это время в мореходном училище. С выходом за границу. А мне ничего не надо. И я Библию дали, я сразу покаялся. Встал на колени и говорю, Господи, кто я? Меня Бог сохранил от женщин. Я ни одного матерка. Мне вот 80 лет, я ни одного матерка не сказал еще. Бог сохранил. Но в другом я грешен. Там и смотрел, и думал, говорится, и проси меня, Господи. И Господь мне дал Евангелие в руки. Я только на корабле вернулся вечером. И первому матросу говорю, мы живем неправильно. За нас Христос умер. Надо покаяться и жить по Евангелию. И 53 года я несу эту весть. Мы прошли от Владивостока до Лиссабона. Я свои 38 книг дарил по все города. 120 тысяч километров прошли. По мусульманским республикам, по Турции, Скандинавии, Прибалтика. 650 городов получили полный комплект. У меня цель, великая цель, людям рассказать о Христе. Великая цель – умереть со Христом. Великая цель – воскреснуть и быть со Христом вечно. Я вас услышал. Ну, хорошо, что услышали. Я благодарю Бога, что вы дождались меня. Меня Бог послал в эту рулетку. Сейчас, это просто глубокое ущелье тьмы. Это грязь. Это Содом и Гаморра. Но Господь говорит, во враче нужду имеют больные, а не здоровые. И этим людям мы свидетельствуем. Я считаю Евангелие, я считаю Псалтырь. Молюсь, и кто-то услышит. И вот вы услышали, мы с вами встретились. Так, вы опять курите. Я тогда отхожу пока. Бать, я вам больше скажу. Я одну за другой курю. Одну за другой. Я больше не могу просто с собой совладать. Это сатана полностью овладел вами. Дьявол. Ему в огне мучается, и он за собой людей тянет туда проклятой. Вы даже не представляете, насколько вы правы. Со мной в одной камере сидел, он за паровозом шел, директор рыбокомбината, Север Владимир Митропанович. Он тоже курил и уже умер. И там же сидел с нами преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. И они в Бога не верили. Я освободился. А они умерли. Вы не сточите меня за неуважение. Я буквально на секунду отойду и вернусь. Если вам не будет несложно, вы продолжите со мной этот разговор. Буквально две минуты. Ой, это долго, долго. Нет, давайте закончим. Вы зайдете по скайпу, поговорим. Хорошо. По скайпу. Игнатий Лапкин, я один такой в сети. Храни вас Господь. Перестаньте курить и пить. Господь поможет вам. Он умер за наши грехи. Господь ждет покаяния. Это искренне взаимно. Да. Господь любит вас. Запомните это. С Богом.